Самарская область вновь стала центром мирового антифашистского движения. На территории региона стартовал форум деятелей культуры «Гитары в строю». О значимости проведения мероприятия на пресс-конференции рассказали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, организаторы и приглашенные артисты. В этом году принять участие в форуме приехали представители из 12 стран, в том числе Италии, Великобритании, Колумбии, Словении, Черногории, Китая и Сербии. Для гостей они приготовили не только патриотические песни, но и большую дискуссионную программу. Пройдут научная конференция и круглый стол. Нам приехали еще и ведущие политологи из разных стран, чтобы поговорить и о дне сегодняшнем и вспомнить, как все вместе мы противостояли нацизму 80 лет назад и как вместе победили это зло в Европе и в мире. И, конечно же, я уверен, что будет подчеркнутый вклад каждой страны. В первую очередь, ведущая роль Советской России в разгром нацизма. В этом году артисты выступят на площадках Самары и Тольятти. Порадуют и военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Возможность встретиться с музыкантами также появится у жителей сел. Концерты пройдут в муниципальных районах региона – Большеглушицком, Красноярском, Волжском, Шигонском и Челновершинском. Но перед началом концерта мы хотим, чтобы Йохан, Гедрюс Горобаускас из Литвы, наш друг, политолог-историк из Черногории Мирка Каладжерович, Олег Ясинский выступили перед жителями этих районов, перед зрителями и высказали им свое представление о том, почему они здесь и о чем они думают, приехав сюда, и чтобы они хотели пожелать России в современных условиях, когда мы боремся против фашизма. Хедлайнерами форума станут российский исполнитель Шаман, а также музыкант из Великобритании Джимми Макрей. Я независимый музыкант и никогда не получал деньги от британского правительства, поэтому не удалось отменить мои концерты, помешать мне. Антифашистский форум «Гитары в строю» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив и правительства Самарской области. Он завершится галоконцертом 5 мая. Ксения Баканова, Константин Головин, События.